Всем привет, друзья! Друзья, как у вас дела? У нас дела замечательно, отлично. Мы сегодня приехали в Сеульский зоопарк. Мы здесь уже были. Вика так вообще сюда год по несколько раз ездит, видимо, потому что она сюда часто приезжала. И сейчас мы приехали, потому что Серж здесь не был. Но здесь очень классно, круто. И будет интересно и детям, и нам. Круто? Да. Ты доволен? Я всегда рада, когда Серж рад. И мы сейчас пойдем вот сюда на... Ты не спрашивай, когда я доволен. Просто улыбайся. Просто улыбаться, хорошо. Мы идем на канатную дорожку вот сюда. Сейчас пойдем кататься. Лаяц, ты рада? Да. Поздоровайся со всеми. Доброе, ребята. Ча-а-а. Каролине страшно. Ну, посмотрите. У-ху! Да, я шумная. Ну, а что поделаешь, если мне радостно? И плюс мы на высоте, нас никто не слышит все равно. Да, Серж? Ну, там-то вообще такой гул был. Ну, ладно. Сейчас ты офигеешь здесь, какая красота. Мне вообще вот Сеул парк нравится тем, что здесь вот озеро. Природа такая. Правда, минус в том, что цикады орут. Да, мы один раз, в общем, поехали на Слонике на поезде, а во второй раз мы ходили пешком. Так вот, что на Слонике, что пешком, красота нереальная. А вон там Айс, зайка, вон там, смотри, на сеточке. Ага. Когда пешком ходите, тоже очень много разных фотозон. Каролина, смотри, вон Сеулэнд. Круто. А вон там, да, парк развлечений Сеулэнд. Но в один день это будет очень сложно пройти, потому что, смотрите. Это шапочку потерял. Шапочку потеряли, да. А вот, смотрите, журавль или это макет? Это Айс, он живой. Это журавль, не Айс. Какой журавль? Журавль. Давай, пусть лучше подписчики нам напишут в комментариях, это журавль или же Айс. Очень красивый. А там кто-то книжку потерял. А, вот что, зайка? Айс, он как выглядит? Айс, он тоже на длинных ножках, вот как этот. Кстати, очень похож, да, на журавля. И журавль же это тоже корейская, ну, типа, там что-то там птица. Он белый. Айсты? Ну, они в основном белые, да. Как здесь круто, мы прямо над озером пролетаем. Мама! А? Это журавль или Айс? Это? Это журавль. Журавль, наверное, журавль. Кстати, вон, вон там поезд, видишь, какой прикольный едет. Здесь большая территория. Знаешь, на что это похож парк? Вот это фильм парк юрского периода же есть новый, да? А, да, да. Такого формата. Тоже здесь динозаврики бы погуляли. Ага. Прям вообще столько у меня эмоций, хотя я здесь уже была. Вот сегодня, получается, здесь третий или четвертый раз в этом парке. Ну, всегда мне здесь нравится, прям вообще. Привет, баба! Привет вам! Мы видели, как баба прыгнула, а вот так, ты виды. Короче, вот так. Вот мы сейчас на самой верхней точке и спускаемся вниз. Воу, как здесь вообще круто. А пешком оттуда бы, да, шли? Пешком, да, мы бы шли оттуда. Мы не столько мячика хороним. Один, два, три. Смотрите, как красиво. Это аниме мячики. Ага. Здесь еще и вещи переправляют. Какая крутизна! Ребята, прикиньте, это значит, а... О, сколько там? 50. 50. 50 шариков. Это разделители. Быки. Это очень много. Вот кто-то уронил этот, дохера чего уронил. Да, здесь все уронили. Здесь кто-то и клюшку потерял, и... Это не клюшка, это помогательная. Нет, там клюшка была. Та-да-да-да-а! Дети в колясках у нас. В колясках есть? А? Как это удобно, когда коляски. Да, конечно! Вплоть до 10 лет можно в колясках возить. Здесь такая площадь, что просто пешком и даже взрослым тяжело ходить. Я бы с удовольствием здесь на самокате покаталась бы. взяли в аренду кстати коляске пока маленький пусть катаются до прошлый раз не катались прошлый раз только людей было поэтому никто не катался сегодня здесь не так много людей потому что мы прошлый раз приезжали на праздник был день детей в корее и народу было столько а сегодня прям хорошо смотрите жирафики здесь большие но хотя они такие большие в ирленде были побольше и мы их прям кормили но здесь к ним ближе не подойти потому что у них валер там чуть подальше какие красивые там смотровая площадка мне что нравится что здесь везде в таких местах есть фонтанчики с питьевой водой обязательно есть везде туалеты и вот мы идем и плюс ко всему мне еще нравится что здесь вот мы как раз сержем разговаривали что очень хорошие павильоны то есть не просто маленькая клеточка знаете метр на метр а действительно животным здесь даже лучше чувствуется некоторым видом и как такой заповедник очень хороший зоопарк мне прям нравится но для людей конечно пешком идти очень сложно территория прям вообще огромная мы доехали сюда вот буквально получается за 25 минут вы представляете на машине вообще так легко так просто здесь по платным дорогам стопил и поехал и все а кстати еще хотел ответить на вопрос многие заметили что я постоянно говорю там ты понял ты поняла лишь ты понял я это говорю не потому что там что-то какой-то там я не знаю подтекст а мне действительно интересно человек понял или нет я это не только сержем так раз говорю у меня очень такая привычка и что есть какая-то обратная да что обратная связь есть человек действительно понимает о чем я говорю и плюс ко всему у меня просто такая привычка вот и все так что не стоит везде искать негативный подтекст дельфинов нет уже который раз приезжаем дельфинов нет то не сезон то еще что-то кстати мы на машине же приехали и что удивительно что здесь есть широкая парковка с широкими парковочными местами только для женщин отдельная прям парковка для женщин есть отдельная парковка только для инвалидов она прямо у до есть обычная парковка ведь ну все платные парковки ну зато они есть котики мяу-мяу котики вон они плавают это же такие же котики которых мы увидели в океанариуме только те были огромные все посмотрели раньше ее так держал маленькую да мы любили раньше в зоопарке ходить с детишками и в любом городе где был зоопарк мы почти везде были да а здесь плавают детишки этих котиков кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис прям крутится вертится а прошу раз когда мы ходили большой огромный гида да он плевался на нас мордочки хорошенькие он там выглядывает смотрите это какая-то свинюшка нам надо нужно аккуратнее иначе она обгадит вас я даже не знал что такие существуют если вне зоопарки большинство животных я бы так и не узнала или видела бы только на картинках книжки здесь вот вы посмотрите горная местность и ходить очень тяжело то есть мы внизу были и поднялись вот сюда держи нельзя ему стучать он испугается и начнет всех кусать сосиски в тесте взяли каролина очень любит и и мы кстати здесь их уже покупали когда до этого приезжали в зоопарк в этом же ларке сладкие а еще они могут сахаром посыпать но я сказала не сыпать как булочка зайка тебе нравится ты ешь сверху лучше а то упадет я особо не могу показать здесь животных вот там например тигры потому что видите какие там павильоны огромные их особо то и не видно здесь в основном так погулять детьми очень хорошо зайка там закрывается от солнца а мы идем гуляем что-то там сейчас будет 1 10 собрались вот такой красавец там вот они тоже ходят лежат спят ну в такую жару что им еще делать не работать же именно вот сафари чтобы посмотреть лучше конечно ехать в оверленд потому что там вот получается садишься прямо машину эти жирафики но не такие опасные животные то вообще открытое получается ну вы можете посмотреть мой влог который мы снимали с оверленда весной я снимала как раз таки вот недавно мы там были все едете и можно вот прям вблизи посмотреть и на медвежат медвежат это конечно мягко сказано там огромные огромные медведи если допустим это тигры и любые вы прямо туда заезжаете в вольер и просто замечательно поэтому если именно вот таком формате на животных то лучше ехать все выборы они все узкие зоопарки ульские залом доходе больше знаете такая спокойная прогулка павильон да ну серьезно что ли уснула а здесь же вот так прикольно мне прошлый раз здесь тоже понравилось где-то еще водопад должен быть попик тропик это там он обезьянки клетка здесь огромные пальмы слушай я говорила что я пальмы не видела вот я здесь их видела тогда значит я видела пальму своей жизни то что это настоящий пальмы так хорошо как когда людей нет мы даже когда не было праздника есть по настоящим такими сада даже когда не было праздника здесь было больше людей видимо сейчас лето поэтому люди не ходят в зоопарк а это моя подруга а вот она еще одна моя подруга другая как много а вы говорили у меня нет подруга у меня их очень много очень красиво и здесь цветочное поле я вот здесь фотка в прошлом году это фотка кстати очень много лайков у меня набрала потому что красиво а здесь я вику фотка лестница можно везде найти а мы идем ботанический сад там огромный кактус и прошлый раз мы не попали потому что он до 6 работает вот осталось еще два часа и он закроется красиво пойдем да здесь тоже кстати красиво романтичные фотки делать а он там уже горка а нет это тоже зоопарк я думал силу он тоже где что здесь вот это да это растение все кактусы интересно а где самые огромные столько кактусов я слушаю я думал что и будет огромный огромный такой кактус а здесь таких нет это все равно не такие большие но это удивительно что такие кактусы где-то просто растут вместо деревьев шарики он кактусы алое здесь еще один есть павильон с разными растениями здесь постоянно поддерживается одна и та же температура по-моему 36 что ли или 35 в общем очень жарко и мы здесь охлаждаемся где кондиционеры прудик закрыли туда не пройти и почему-то вода вся обросла лилиями или лотосами и даже рыбок не видно теперь все мы уже погуляли половину там что-то посмотрели что нам было интересно дальше даже не стали ходить чтобы еще остаться в живых и теперь идем на выход а теперь мы пришли есть в наше любимое место где очень вкусно готовят говяжьи ребрышки ну то есть получается как знаете как шашлычок мясо кстати очень нежное и она корейское по моему и не замороженная вот в этом плюс конечно заказали уже спрайс мы здесь супчики я себе тоже заказала лапшу кстати холодно заказал то что жарко невозможно было и вот будем жарить ножницы мне несут и несут уже две штуки притащили до заказали сейчас принесут и теперь мы жарим кстати они соль принесли для мяса сейчас я принесу соль вот такая лапша кстати они ее едят корейцы когда уже поедет мясо и она улучшает пищеварение и знаете как будто обнуляет желудок нету тяжести потом так что сначала нужно есть мясо а потом нужно есть лапшу но я буду все вместе есть вниз лапша очень вкусная а и кстати вот со льдом мы съели два килограмма мяса на 2 мы заказали два полтора полтора килограмма говяжьего мяса и сержа вот тебе заказал чтобы немножко желудочек свой успокоить вот это мясо даже есть каролина это о многом говорит значит мясо действительно вкусное мы заезжали домой там сполоснули все это сделали и сейчас выехали погулять просто вечерочком уже без детей я забыла дома очки поэтому мне приходится ходить в этих солнцезащитных а ты думала крутым и ночью солнце светит да нет просто мне здесь линза стоит поэтому я не могу просто без очков ходить здесь все так вот светит и я ничего не вижу это это все не просто так они то что ты понтовит и но это тоже так что погуляем сейчас уже не так жарко как было днем но почему-то в самом зоопарке душно было только там где много деревьев да там открыто считаете площадка поэтому вот так и уже будем отдыхать наверно мне уже написали почему мы ходим взяли коляски для детей они же уже большие ну коляски мы взяли потому что просто это удобно кстати это чему со что ли мне в комментарии писали что увидели мусор на заднем плане когда снимала видео и ужаснулись на самом деле здесь полно таких я сейчас в русском районе тем более мы еще сейчас в русском районе и здесь вот это творится на каждом шагу это благо здесь еще здесь еще одновременно в кучу хотя бы в кучу да но это не официальный пакет для мусора же до вот так что это нормальное явление для кореи не везде чисто чисто там где нет иностранцев грубо говоря да а вообще люди везде гадят и это иногда раздражает раньше кстати в корее не было вот этих урн и везде вот эти стаканчики из-под кофе из-под смузи вот так вот везде ставили под деревьями или же там на какую-то лестницу примеру а потом сейчас решили поставить снова везде урны чтобы вот люди вот так вот не делали и в метро везде есть метро теперь везде тоже есть вот эти урны так что это удобно так что да сейчас я буду заканчивать этот блог обязательно ставьте пальчик вверх если вам понравился смотреть предыдущие логи если вы пропустили и увидимся с вами уже завтра всем удачи и всем пока а